Привет, друзья! С вами снова международный игросмейст Роман Овечкин. Партия, которая будет предложена вашему вниманию, была сыграна в шестом туре Мемориала Чегорина 1999 года. Вообще, Мемориал Чегорина – это прекрасная школа. Поэтому, те партии, которые мне там удалось сыграть с разными шахматистами, в общем, были для меня необычайно полезны в разные года. Эта партия является памятной в первую очередь потому, что это была моя первая победа над шахматистом из первой сотни. Понятно, что до этого мне удалось обыграть Александра Морозевича, но он тогда на момент проигрыша мне в сотню еще не входил. А в этой партии шахматист Юрий Крупа из Украины, он имел рейтинг 2.602 единицы и, в общем-то, находился в последней десятке первой сотни. Шахматист неплохой очень. Главный недостаток – узость дебютного репертуара. То есть, черными играл на Е4 только французскую и на Д4 только староиндийскую защиту. В связи с чем было принято решение при подготовке сыграть позицию, максимально незнакомую моему противнику. То есть, узкий дебютный репертуар – это, с одной стороны, большой плюс, он отработан. Но у него есть и серьезные недостатки. То есть, если вашему противнику удастся заманить вас в незнакомую позицию, то, скорее всего, вам придется думать своей головой и, как следствие, то есть, своей головой в ограниченном, при условиях, в условиях ограниченного количества времени на обдумывание. И в связи с этим, неизбежные ошибки. То есть, вот как в этой партии. Значит, белые готовы сыграть вроде бы староиндийскую защиту. К симметричному варианту защиты Гринфельда они тоже готовы. Надо было считаться также, конечно, с ходами С5. Вот сейчас или на любом из предыдущих ходов. То есть, белым пришлось бы играть Д5 и получалась бы система Бинони. Ну, правда, пешка еще не встала на С4. Значит, это Бинони может оказаться с конем на С3. В связи с чем у черных, на мой взгляд, скажем, допустим, вот в этих позициях, здесь, на мой взгляд, у черных некоторые трудности с получением контр-игры. За счет того, что пешка стоит на своем месте. Хотя, с другой стороны, Б7, Б5 проводится вот прямо хоть сейчас. Можно провести. Это, в принципе, вполне нормальный ход был. Конечно, неплохим ресурсом является Д7, Д5 с переводом в защиту Гринфельда. Но мой противник, повторюсь, играл только с троиндийской защитой. Здесь такой достаточно редкий ход конь С3. Основная его идея в том, чтобы перевести в защиту Уфимцева с ходом Ж3 и С2. То есть, где-то белые хотят пойти Е4, но, как я подсмотрел в партиях сильного международного гроссмейстера Рожковского, он с ходом Е2 и Е4 при разыгрывании вот этого варианта не торопится. Дело в том, что слон Ж2 работает великолепно, и смысла раньше времени закрывать эту диагональ нет. Тем не менее, ходом конь С3 белые недвусмысленно намекнули на Е2 и Е4 прямо сейчас, после чего возникнет защита Уфимцева со слоном на Ж2 и конем не на Е2, а на Ф3. Есть плюсы и минусы, как у того, так и у другого построения. Но, что очень важно, возникал полузакрытый дебют, и на французскую защиту он не похож. Поэтому мой противник сыграл Д6-Д5, препятствуя ходу Е2-Е4. Конечно, я не буду говорить, что этот ход плохой. Конь на С3 при пешке на Д5 чувствует себя не очень комфортно. Но, в связи с тем, что возникшая позиция была незнакома моему противнику, ему не удалось найти удачную расстановку фигур. Значит, основным ходом за белых здесь является ладья Е1 с идеей Е4. Я решил просто развивать свои фигуры, укрепляя центр. Слон Е3, но хочу пойти в Ферзь С1, слон А6, поменять чернопольных слонов, а Е4 проводить позднее. Также у белых есть еще одна идея. Черные сделали вроде бы логичный ход, укрепили пешку Д5, пошли в С6. Белые обеспечили своему слону Е3. Ну, вместо стоянки, да, то есть теперь они с ходом конь Ж4 уже не будут считаться. Попутно появляется идея при случае двинуть пешку вперед, скажем, если слон на Е5 окажется. Тогда черные занялись проведением Е7-Е5, и эту идею мне удалось предугадать и парировать. То есть провести Е5 в хорошей редакции черным не удастся. Вот они сыграли ладья Е8, вроде все для Е5 готово. Но после ладья Д1 выясняется, что в ответ на Е5 последует размен. Потом слон отойдет, может на Д4 отойти, а может на Ф4. И после Е4 у черных серьезная проблема с защитой пешки Д5. Может и на Д4, наверное, отойти. И даже на А6 с ходом Е4 считаться надо на каждом ходу. Е5 оказалось затруднено. Но мой противник решил вызвать ослабление. Пользуясь тем, что на Б7 защищено, напал на пешку Б2. И решил связать коня Ц3. Но вот этот ход, на мой взгляд, уже ход ФБ6, неточность. И ладья Е8 стоило вот в этой позиции черным все-таки подумать о развитии. Поставить слона на Б7. И потом выбирать между проведением Е7 или Е6. Е5 или С6-Ц5. И после ФБ6 выясняется, что появляются у белых угрозы, связанные, ну, возможные в связи с противостоянием ФБ6. Давайте, ну, ладно, пусть будут вот такие стрелочки. То есть, черным надо все время считаться с тем, что белые хлопнут конем на Д5. Ну, пока что это невозможно, потому что после ФБ2 на конь Б6 последует КФ. Но, во-первых, непонятно, какой ход сделать, черным. Скажем, если пойти Е7-Е6, то здесь уже, наверное, надо считаться с возможным взятием на Д5. Конь бьет Д5, Ферзь бьет Д2, конь бьет Ф6. Надо бить слоном. Взяли ладьей. Поменялись. И в этой позиции у белых несомненный плюс. Они захватили единственную открытую линию. Возможно, еще точнее на слон Берге 5 сыграть слон А6. Теперь черным нужно будет либо разменять чернопольных слонов, либо у них еще король будет в опасном таком положении. Да, и при этом бить на Д5 белые не обязаны. У них есть еще масса усиливающих позицию ходов. Но, тем не менее, ход, который сделал мой противник, его тоже рекомендовать, конечно, не стоит. После КФ8 белые с удовольствием получают кольцо Пильсбери. Я его назвал известный методист, такой шахматный тренер из Перми Терехин. Вот такое построение с конем на Е5. Правда, на Е3 обычно пешка. С его легкой руки получило название кольцо Пильсбери. То есть мощный конь на Е5. Оказывает сильнейшее давление. Слабость поля Е4 черные не могут использовать. Ну, сейчас противостояние ферзей вдвойне неприятно для черных. Хода Е6 просто нету из-за конь бьет Д5. Слона на Ф5 не выведешь из-за хода Ж4. Давайте покажу. Слон Ф5. Грубая ошибка. Ж4 ей. После слона Е4 конь бьет Е4. Висит ферзь, и черные не успевают просто взять на Е4. На ферзь бьет Д2 последует конь бьет Д2. У белых лишний конь. Вот. И приходится черным дальше тратить темпы. Белые, естественно, теперь отняли поле Ф5 у черного слона. И в их планы входит слон Ф2 и Е2 Е4. То есть очень простой, понятный план развития инициативы. Сейчас пойдут Е4, потом уведут конец Е5, пойдут Е5. И начнут атаку на королевском флаге. Так скажем. С конем Е5 черные пытаются бороться. Но, вот, может еще день был неудачный для моего противника. То есть, что не решение, то связано оно с потерей времени. Белые просто пошли Е4. Выясняется, что черные фигуры расположены крайне неудачно. Конь на Е8 стоит просто безобразно. Уже надо считаться даже с жертвой на Д5. Не говоря уже о простом конь Д7 Е5 или отходе коня на Ф3, потом Е5. После ДЕ конь бьет Е4. Угрожая, черные не могут даже подумать о взятии на А2, там теряется Ферзь. Плюс им все время надо считаться с угрозами пешки Ф7. Не тем цветом, извините, выделил. Да, и поле Д6 тоже очень слабым является. И поэтому Ферзь пошел к себе домой на защиту. У собственного короля получилось, что черный, вот, Ферзь описал такой вот маршрут. Ой, виноват. Давайте мы его желтеньким цветом. Три-четыре хода. И несолонно хлебавший вернулся в свой лагерь. За это время белые полностью закончили развитие. Захватили пространство. И должны думать, как им дальше усиливать. Конечно, поле Д6 манит белого коня. Ну и, естественно, белые ходят в С4. С4. Коней, конечно же, не меняют. То есть, важный момент. У белых заметный пространственный перевес. Давайте вот начерчу такую линию. Они завладели... Сколько там? 5,8. 40 полей в распоряжении белых. И только 24 в распоряжении черных. Конечно, чем меньше на доске фигур, тем проще черным будет вести оборону. Поэтому никто на Д7 не бьет. Поня уходит назад. Черные, наконец-то, вспомнили про слона С8. Но уже поздно. Стандартный прием выключения этого слона из игры. Достаточно известен. Но в данном случае... То есть, очень часто в каталонском начале встречается такой прием. Так там у черных их конь может попасть на Д5. В данном случае все намного для черных плачевнее. От поля Д5 черные отрезаны. А белый конь уже на следующем ходу готов расположиться на Д6. Но у черных есть свои надежды, свои иллюзии. В частности, они хотят... Ну, вы только не подумайте, что они решили расставить фигуры для новой партии. Они хотят пожертвовать в ответ на конь Д6 качество. И за это качество получить пешку, крепкую позицию и долго-долго удерживать ее. То есть, позиция черных выглядит еще... Она выглядит, конечно, отвратительно. Но если белый погонится за качеством, будет вполне защитимый. То есть, можно будет оказать упорное сопротивление. Поэтому белым мне пришлось найти еще возможность усилить свою позицию до выигрыша материала. Очень сильный ход. Ж5. Прорезаем черные поля. Дело в том, что ладья Д8 нас особо не волнует. А вот слон Ж7 защищает короля. И является единственным защитником черных полей. Естественно, черные ходят Ф5. И белый конь попадает на Ф6. На Ф6 он расположен еще лучше, чем на Д6. Выиграть пешку черные не могут. Потому что там слон А4 последует. Бедная ладья Д8 теряется. Здесь второй конь располагается на Е5. В этот момент я пошел прогуляться. Ко мне подошел Саша Ластин, мой друг. И сказал, что я просто второй Рубинштейн. То есть, таких красивых построений он давно не видел в партиях современников. Ну, понятно, что это неудачный день моего противника поспособствовал получить такую симпатичную позицию. В данном случае слон бьет Ф6. Плохо, потому что у белых находится очень мощный удар Д5. И после ЦД слон Д4 угрожает выигрыш ферзя, скажем, путем конь бьет Ж6. Также черным надо считаться вот с ходом конь Ж4. То есть, здесь две лишние пешки черных никого не обманут. Их позиция безнадежна. Черные заканчивают развитие. Но с конем Б8 тоже им что-то нужно делать. И конь Ф8. Оба коня стремятся на одно единственное поле. По-прежнему взятие на Ф6 нарвется на прорыв Д5. И после конь Д7 белые просто выиграли пешку. После чего позиция приобрела ярко выраженный технический характер. Слон бьет С6. И на ладья С8. Слон оказался защищен. Угрожает ладья Е1. У черных слабая пешка Е6. Ход БЦ, конечно, плохой. Но как черным оживить слона Ж7? Убирается в пешку Д4. На конь Б8. Белые просто отойдут слоном. Пешка С5 надежно защищена. А после БЦ, ДЦ, Е5 у черных были какие-то иллюзии, что они, может быть, пешку Ж5 ослабили. Как-то используют ослабление белого короля. Но теперь белые могут просто все поменять. После серии разменов черный ферзь подходит, естественно, в центр. Нападая на пешку Б5. И белые ходом ферзь Б3 защитили на Б5. Защитили на А3. Висит пешка А7. И партия на этом закончилась. Ясно, что пешки Б5 и С6 остановить черные не в силах. В общем, такая партия, которая, на мой взгляд, достаточно полезна. В каком плане? Благодаря этой партии вы можете понять, что надо изучать любые типы позиций. То есть не только те, которые у вас встречаются постоянно. В них вы должны быть хорошим специалистом. Это безусловно. Ну и те позиции, которые, на ваш взгляд, могут встретиться редко. То есть те пешечные структуры, которые у вас практически не встречаются. Тоже стоит их поизучать. То есть партии сильных шахматистов, партии сильных современников. Вот сейчас проходит турнир в Пойковском. Исключительно результативный тур сегодня был. Четыре победы одержали белые, одну черные. Такие, конечно, партии надо смотреть. Я рекомендую всем эти партии изучать. Вне зависимости от того, входят ли дебютные построения в ваш дебютный репертуар. Просто для того, чтобы вы видели, как в тех или иных пешечных структурах борются сильные шахматисты. Ну все, спасибо за внимание. С вами был международный игросмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok